Дарв-дарв, с вами Мотобустер, это обзор пива, которое я еще не пил. Пиво называется Крепкий хмель. Крепкое пиво 8% в 8 градусов. Давайте попробуем, как говорится, в режиме прямого эфира, так можно сказать, реального времени. Наливаем немножко пива Андрея и попробуем, что оно из себя представляет. Я любитель крепких пив, но в последнее время пью их очень редко. Налью с пенкой, пофигу, как получается, так и лью. Эй, куда поехал? Куда пинг поехал? Немножко спадет. Здесь учется на это пиво в разных магазинах, по-разному. Но я брал его в светофоре за вроде 86 или 96 рублей. Это как бы новинка там была. Я думаю, а что бы не купить? Вот так вот. Попробуем, что это вообще из себя представляет. Я вообще пиво сегодня хоть не пахтать, но что, в новинках попробовать можно. Давайте за вас. А я вам скажу, не такое уж и плохое пиво. Для 86 рублей. Ну, для меня получше охоты этот, блядь, по 100%. Оно не такое горькое, что ли. Прикольное пиво. Я первый раз такое вижу, чтобы дешево пиво стоило. И, ну, неплохо было. Из крепких. Боярин, если 120, то это стоит 86. Ну, 96. 86 вроде. Ну, в боярине 1,5, тут 1,3. Это где-то написано, что бутылка поменьше. Ну, по вкусу, я вам скажу, это не сильно отличается от обычного пиво, которого я даже светло пью. Ребята, что-то так-то по кайфу. Чему вот метит. Ну, блядь, отращение. У меня хватит пива. Когда крепко пьешь, вот с самого начала. Я сейчас вообще до этого ничего не пил, и дальше не буду вот это попью, хватит. Бывает с самого начала, когда пьешь, ну, блядь, сначала не пьется. А это вообще с разумом так заходит на ура. Блядь, на мою подставку. Ну, чё. Советую, ребят, советую. Ну, если вам 18 лет нет, не пейте. С вами был Мотобустер. Это был Абзорпиво. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok